И, как я и обещала, мы с вами перейдем к сказочке. Не ожидали сказку Рериха услышать? Детская сказка. Чтобы наш ум не бегал, чтобы мы сосредоточились на сказке, на тех словах, которые заложены великим человеком. В очень известном и большом городе жил старый царь-вдовец. У царя была дочь-невеста. Царевна далеко славилась и лицом, и умом, и потому многие весьма хорошие люди желали сосватать ее. Среди этих женихов были и князья, и воеводы, и гости торговые, и ловкие проходимцы, которые всегда толкаются в знатных домах и выискивают, чем бы услужить. Были разные люди. Царевна назначила день, когда могут прийти к ней женихи и сказать громко, при ней и при всех, что каждый надеется предоставить своей жене. Царевна была мудрая. Женихи очень ожидали этого дня, и каждый считал себя лучше всех других. Один перед другим хвастались женихи, кто именитым родом за три-девять поколений, кто богатством. Но один из них ничем не хвалился, и никто не знал, откуда пришел он. Он хорошо умел складывать песни, песни ему напоминали всем их молодые и лучшие годы. При этом он говорил красиво, его любили слушать, даже забывая спросить, кто этот певец. И хотя он не был княжцем, но все женихи обращались с ним как с равным. В назначенный день все женихи оделись получше и собрались в палату к царю. Согласно обычаю, женихи поклонились царю и царевне. Никого не пустил вперед князь древнего рода. За ним слуги несли тяжелую красную книгу. Князь говорил, «Заевно мой род очень знатен. В этой книге вписано более ста поколений». И князь очень долго читал в своей книге, а под конец сказал, «И в эту книгу впишу жену мою. Будет ходить по палатам моим, а кругом будут образы предков весьма знаменитых». Царевна говорил именитый воевода, «А крест громко и страшно имя мое. Спокойна будет жизнь жены моей, и поклонятся ей люди, им грозно имя мое». Царевна говорил залитый сокровищами заморский торговый гость, «Жемчугом засыплю жену мою, пойдет она по изумрудному полю и в сладком покое уснет на золотом ложе». Так говорили женихи, но певец молчал, и все посмотрели на него. «Что же ты принесешь жене своей?» спросил певца царь. «Веру в себя», ответил певец. Улыбнувшись, переглянулись женихи, изумленно вскинул глазами старый царь, а царевна спросила, «Скажи, как понять твою веру в себя?» Певец отвечал, «Царевна, ты красивая, и много я слышала в уме твоем, но где же дела твои? Нет их, ибо нет в тебе веры в себя». «Выходи, царевна, замуж за князя в дни древнего рода, и каждый день читай в его алой книге имя свое, и верь в алую книгу. Выходи же, царевна, замуж за именитого гостя торгового, засыпь палаты своей сверкающим золотом, и верь в это золото. В покое спи на золотом ложе, верь в этот покой. Покоем, золотом, алыми книгами закрывайся, царевна, от самой себя. Моего имени нет в алой книге, не мог я засыпать эту палату золотом, и куда иду я, там не читают алые книги, и золото там неценно, и не знаю, куда я иду, и не знаю, где путь мой, и не знаю, куда приду я, и нет мне границ, ибо я верю в себя. Обожди, прервал певца царь, но имеешь ли ты право верить в себя? Певец же ничего не ответил и запел веселую песню. Улыбнулся ей царь, радостно слушала ее царевна, и лица всех стали ясными. Тогда певец запел грустную песню и примолкла палата. И на глазах царевны были слезы. Замолчал певец и сказал сказку. Не о опасном искусстве говорил он, а о том, как шли в жизнь разные люди, и пришлось им возвращаться назад, и кому легко было, а кому тяжко. И молчали все, и царь голову опустил. Я верю в себя, сказал певец, и никто не смеялся над ним. Я верю в себя, продолжал он, и эта вера ведет меня вперед. И ничто не лежит на пути моем. Будет ли у меня золото, впишут ли мое имя в алых книгах? Но поверю я не золото и не книге, а лишь самому себе. И с этой верой умру, и смерть у меня будет легка. Но ты оторвешься от мира, люди не простят тебе. Веря лишь в себя, одиноко ты пойдешь, и холодно будет идти тебе, ибо кто не нас, тот против нас сурово сказал. «Царь». Но певец не ответил, и снова запел песню. Пел он о ярком восходе, пел, как природа верит в себя, и как он природу любит, и живет ею. И разгладились брови царя, и улыбнулась царевна, и сказал певец, «Вижу я, не сочтут за врага меня люди, и не оторвусь я от мира, ибо пою я, а песня живет в мире, и мир живет песней, без песни не будет мира. Меня сочли бы врагу, если бы я уничтожил что-либо, но на земле ничто не подлежит уничтожению, и я создаю, и не трогаю оплотов людских. Царь, человек, вместивший любовь ко всей природе, не найдет разве любви себе к человеку? Возлюбивший природу не отломит без нужды ветки куста, и человек сметет ли он с пути? И кивнула головой царевна, а царь сказал, «Не в себя веришь ты, а в песню свою, певец же ответил, песня – лишь часть меня. Если поверю я в песню мою больше, чем самого себя, тем разрушу я силу мою, и не буду спокойно петь мои песни, и не буду, как теперь, не будут, как теперь, слушать их люди, ибо тогда я буду петь для них, а не для себя. Все, что я делаю, лишь для себя, а живу я для людей. Я пою для себя, и пока я буду петь для себя, да то ли будут слушать меня. Я верю в себя, в песни моей, в песни моей все для меня, песню же я пою для всех, в песне люблю лишь себя одного, песней же я люблю всех, весь для всех, все для меня, все в одной песне. И я верю в себя, и хочу смотреть на любовь. И как пою я лишь для себя, а песню мою, живлю всех, так пусть будет вовеки. Поведу жену в далекий путь, пусть она верит в себя, и верой этой дает счастье многим. Хочу веры в себя, хочу идти далеко, хочу с высокой горы смотреть на восход, сказала царевна. И дивились все, и шумел за окном ветер, и пнул деревья, и днал на сухую землю дожденосные тучи. Он тоже верил в себя.